Здравствуйте! Меня зовут Валерий Седов. Мы находимся в гостях в первом отделе по расследованию особо важных дел. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, зрители канала. Меня зовут Киселев Юрий Александрович. Я занимаю должность заместителя руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел. В настоящее время исполняю обязанности руководителя. Чем занимается отдел по расследованию особо важных дел? Ну, традиционно отдел по расследованию особо важных дел занимается расследованием сложных, запутанных, общественно опасных преступлений, такие как убийство двух или более лиц, корыстные преступления, взятки, неуплата налогов. Есть статистика по цифрам, сколько дел было раскрыто либо на текущий год, либо за прошлый год? Ну, за текущие семь месяцев мы окончили и направили в суд семь уголовных дел. В принципе, цифра, как бы, так скажем, говорит сама за себя. Для нашего этого отдела это хороший показатель, поскольку все оконченные дела, достаточно сложные в расследовании, имели общественный резонанс. Поэтому, в принципе, мы можем сказать, что гордимся такими результатами. Есть ли дела, которым отдаются приоритеты или все дела расследуются в своем порядке? Ну, все дела, которые находятся у нас в отделе, мы стараемся расследовать равномерно, ритмично, с соблюдением текущих процессуальных сроков. Поэтому говорить о том, что какому-то делу уделяется определенный больше приоритет, в принципе, можно, если дело имеет большой и общественный резонанс. В этом случае, конечно, создается группа следователей, которые могут включаться не только следователи нашего отдела, но и следователи с межрайонных следственных отделов. Соответственно, для того, чтобы ускорить расследование, максимально быстро установить круг виновных лиц и привлечь их к ответственности. Какие самые запоминающиеся дела, самые громкие дела, которые расследовал ваш отдел? Ну, опять же, тут, наверное, следует сказать из последних, которые мы расследовали и закончили. Одно из таких дел, которое имело определенный общественный резонанс, это дело по ненадлежащему оказанию услуг, в результате которых ребенок утонул в аквапарке «Овская жемчужина». Расследованием было установлено, что смерть ребенка была вызвана ненадлежащим оказанием услуг со стороны директора и преподавателей школы, которые организовали экскурсию в этот аквапарк. Было установлено, что ребенок был оставлен без присмотра и находился в волновом бассейне, в результате чего произошла такая трагедия, и он утонул. К сожалению, его не удалось спасти. Расследование уголовного дела заняло определенное время. Было проведено несколько сложных экспертиз, таких как судебно-медицинские экспертизы, комплексная строительно-техническая экспертиза, экспертиза соблюдения правил безопасности, компьютерная экспертиза и почерковическая экспертиза. Допрошено множество лиц, в том числе посетителей аквапарка, лиц учеников школы, которые вместе с этим парнем находились в аквапарке. Ну, соответственно, собрана достаточная доказательная база, по уголовному делу привлечено 4 человека, это директор образовательного учреждения и 2 педагога, которые непосредственно находились в аквапарке, а также индивидуальный предприниматель, который оказал услуги по доставке школьников к аквапарку. Ее вина заключалась в том, что она внесла ложные сведения в анкеты, которые предъявляются при посещении аквапарка, о том, что все лица ознакомлены с правилами безопасности, чего действительности не было, а также указала лиц, которые в качестве взрослых, сопровождающих, которые вообще отсутствовали в этой экскурсии. В результате чего сотрудники аквапарка были введены в заблуждение относительно количества сопровождающих лиц, коих было недостаточно для безопасного посещения аквапарка. Ну, вот что привело к такой трагедии. Дело сейчас рассматривается судом, пока приговор не вынесен, поэтому называть конкретные фамилии, имена я бы не стал. Так, ну, в продолжении разговора хотел бы отметить еще одно уголовное дело о коррупционном преступлении. Мы говорим о получении взятки. Данная взятка была получена заместителем начальника отдела иммиграционного контроля управления миграцией УМВД России по Рязанской области. Данный человек получил взятку в размере 20 тысяч рублей от взятка дателя за то, чтобы сообщить сведения о грядущих проверках в отношении кафе, так скажем, где работали мигранты. Это дело также завершено расследованием, направлено в суд. В настоящее время виновное лицо привлечено к ответственности. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Ну, для такого вида преступления, так скажем, суд при назначении наказания учел личность виновного, то, что он признал вину. Ну, другие смягчающие обстоятельства и другие обстоятельства, которые имеют значение по делу. И, соответственно, назначил ему такое вот наказание. Хотел бы особо обратить внимание на расследование налоговых преступлений, большинство из которых расследуется сотрудниками нашего отдела. Я сам в свое время специализировался на расследовании такого вида преступлений. Ну, как следует из самого, так скажем, названия этих преступлений, они достаточно сложные в доказывании, поскольку имеют нормы, лежащие в Уголовном кодексе и предусматривающие ответственность за уклонение доплаты налогов, отсылают нас к налоговому законодательству. То есть, в этой связи нужно ориентироваться не только в нормах уголовного права, но и смежных с ним, соответственно, налогового права. Мы, я могу сказать, успешно справляемся с этой задачей. Ну, и вот и на текущий момент есть ряд оконченных уголовных дел, по которым привлечены руководители организации к налоговой ответственности. Общий ущерб по одному из дел составил более 23 миллионов рублей, по второму делу более 40 миллионов рублей. Несмотря на то, что на стадии расследования обвиняемые не признали себя виновными, и не согласились с доказательствами, собранными следствием, следствию удалось найти имущество организации и этих лиц, и обеспечить наложение ареста на это имущество. Соответственно, впоследствии, при вынесении приговора, если такое состоится, то задолженность перед государством по налогам будет ликвидирована. Особое внимание следует обратить на те дела, где лица, привлекаемые к уголовной ответственности, осознают противоправный характер своих действий и в целях быть привлеченным к уголовному ответственности, возмещают вред, причиненный государству в виде неуплаты налогов. Такое дело у нас тоже было окончено. Человек, привлекаемый за неуплату налогов с организации, возместил сумму неуплаченных налогов, порядка 26 миллионов рублей денежные средства поступили в бюджет, и, соответственно, уголовное дело прекращено. Это тоже, соответственно, результат, которым можно гордиться, заслуживает, с моей точки зрения, уважения. Следователь в первую очередь ассоциируется с делами по убийствам. Может быть, есть какие-то такие громкие дела, которые произошли в этой сфере? Среди оконченных убийств мне, в принципе, поделиться на настоящий момент пока нечего. Но мне известно, что в планах руководства управления есть передать нам одно очень интересное резонансное убийство, которое имело место быть в Клепяковском районе, когда сотрудник полиции, находясь на охоте с двумя своими знакомыми, нельзя сказать, что совершил убийство, но, так скажем, были обнаружены трупы двух оставшихся людей с причиненными ножевыми ранениями и другими телесными повреждениями. Сейчас он не признает свою вину, выдвинулся, соответственно, в версию, согласно которой один из погибших якобы напал на второго, а он, соответственно, действовал в рамках необходимой обороны. Очень интересное дело, которое мы планируем расследовать, установить все обстоятельства произошедшего события, как бы дать этому окончательную правовую оценку. Я не исключаю, что версия может подтвердиться, а может быть и опровергнута. То есть, как бы следствие покажет в этом случае. Налоговые преступления, насколько мне известно, это одни из самых сложных преступлений. Также убийства, где есть только один обвиняемый, а может и свидетель. Как формируются сотрудники отдела по расследованию особо важных дел? Кого набирают в такие сотрудники? Соответственно, отбор в наш отдел достаточно строгий. Сюда мы предпочитаем брать людей с опытом работы. И уже чем-то отличившихся, так скажем, на прежнем месте работы. То есть, это, в принципе, в первую очередь люди должны быть чем-то даже увлеченные следственной работой, которые не видят для себя какой-либо альтернативы. Я бы назвал таких людей энтузиастами следствия, которые готовы работать день и ночь, для того, чтобы, так скажем, установить все обстоятельства. Помочь людям разобраться с ситуацией и привлечь виновных лиц к ответственности. Поэтому, соответственно, наш кадровый состав впечатляет. Все люди с большим опытом работы следственной. У каждого за плечами есть оконченные резонансные уголовные дела. Поэтому работой в нашем отделе можно гордиться. То есть, это как бы без ложной скромности сказать элитарное подразделение следствия в нашем регионе. То есть, по категории, если рассматривать следственные подразделения, то наше подразделение находится на первом, на высшем уровне. То есть, выше нас в нашем регионе, в принципе, никаких следственных подразделений нет. Коллектив небольшой. То есть, общая численность вместе с руководителем, заместителем и консилентом 10 человек. То есть, вот так вот. Ну, этого достаточно для того, чтобы, так скажем, справляться с поставленными задачами. Но планируется ли как-то расширять кадровый состав? Не знаю, это все в планах, так скажем, не в воле руководства, управления или Следственного комитета. Но можно отметить, что, в принципе, у нас создан второй отдел по расследованию особо важных дел, который занимается расследованием преступлений прошлых лет. Ну, и рядом других преступлений. Поэтому в этом плане можно сказать, что да, расширение в какой-то степени произошло. Численный состав увеличен. Но они функционируют как самостоятельное подразделение. А вот как раз про формирование отдела по расследованию особо важных дел. Можете рассказать, как он появился? Да, конечно. Исторически наш отдел входил в состав прокуратуры, когда еще следственные органы были в составе органов прокуратуры. Затем в 2007 году, когда Следственный комитет стал самостоятельным подразделением, но в составе прокуратуры, он продолжил свое функционирование. С 2011 года, после того, как Следственный комитет Российской Федерации выделился в самостоятельный следственный орган, наш отдел по расследованию особо важных дел успешно функционирует в рамках этой структуры. Есть какие-то цифры? То есть, сколько раскрыто за все это время дел? Ну, как сказать, у нас больших статистических показателей нет, поскольку такого большого объема уголовных дел у нас нет. Поскольку мы не являемся, так скажем, районным подразделением, мы подразделение областного масштаба, поэтому все дела у нас недостаточно сложные. Но их количество, оно не такое большое, если мы будем сравнивать с какими-то другими следственными подразделениями. Но где-то в год нами, наверное, оканчивается порядка 15-20, в зависимости от ситуации, которая складывается. 15-20 уголовных дел. Раскрытых, с найденными, обвиняемыми и осужденными. То есть, здесь как раз можно смело сказать, что важнее количество, а качество. Обязательно. Мы стараемся довести каждое дело до конца, найти лицо, которое виновно в совершении преступления, и завершить уголовное дело либо направлением в суд, либо, соответственно, с вынесением иного решения, которое предусмотрено уголовно-процессуальным законом. Таких дел, где бы мы не нашли, так скажем, виновное лицо, и дело осталось нераскрытым, так скажем, висеком, я не припомню за последнее время. Раскрытие расследования сложных уголовных дел, которые находятся в производстве следователей нашего отдела, было бы невозможным без успешного взаимодействия с оперативными работниками органов Федеральной службы безопасности, органов Министерства внутренних дел, а также экспертных подразделений. То есть у нас функционирует судебно-экспертный центр, который производит достаточно большое количество судебных экспертиз, начиная от налоговых, судебно-медицинских, почерковических и других. Сейчас большой спектр возможностей у следователей использовать эти ресурсы, то есть проведение экспертиз ДНК и прочее, что в принципе как бы способствует расследованию насильственных преступлений и других преступлений. При расследовании налоговых уголовных дел нам особенно помогает проведение налоговых судебных экспертиз, где эксперт анализирует финансовые документы, налоговые декларации, устанавливает окончательную сумму неуплаченного налога, которая, соответственно, потом подлежит вменению виновным лицу. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин